Окей, я уже наиграл что-то около 250 часов и я думаю настало время для какого-то очередного подводящего итоги видео, в котором мы поговорим про топ 5 проблем 2042, которые на данный момент просто угробили данную часть серии для всего сообщества. Если вам нравятся такие видео, обязательно ставьте лайк, это сильно поможет канал и конечно же подписывайтесь, если вот тут впервые здесь мы говорим не только про Battlefield, но и про другие игры. Совсем недавно был обзор на, как его называют, убийцу Battlefield World War 3, очень сильно ждал эту игру, но после пары каток уже не очень, ссылка будет в описании. Так вот, в какой бы вы топик не зашли, какие бы комментарии бы не читали, везде вы увидите просто тону говна относительно Battlefield 2042, люди пишут все различные причины и проблемы, почему они не купили данную игру или почему они ее сдали, чего я только не читал и в этом видео я хочу поделиться своим мнением, что на самом деле стало причиной очередного провала. И первая, на мой взгляд, самая основная и главная проблема игры это карты. Карты и 128 игроков на этих картах, из-за которых карты отчасти такие плохие. Эти 128 игроков не принесли ничего, кроме проблемы. Стандартный тикрейт сервера с 60 упал до 45, плюс такое большое количество игроков не вытягивает даже самые топовые машины, получая сильные просадки FPS. Вся карта обычно пустует, а основное скопление игроков происходит на двух-трех точках, где играть становится просто невыносимо, так как у тебя палят из каждого угла и если ты не на технике, ты становишься кормом для техники. Так как в округе катается 5 болтов, 3 вертолета, штук 5 танков, в это просто чисто физически невозможно нормально играть, особенно в прорыве, мясо дичайшее. Режим на 128 игроков лично для меня просто неиграбельный, как только появился режим на 64 игрока, я в нем так и остался, потом всего один раз зашел на 128, понял какой там ужас и больше туда не заходил. Ну и карты, карты просто огромные пустые поля, видимо они подумали, раз мы увеличили количество игроков вдвое, давайте карты увеличим раз так наверное в 10, наверное так они подумали, да? От части к части, от Battlefield к Battlefield люди просят вас не делать большие карты, так как мы уже наелись досоты этих полей в BF1 и BF5 и они выкатывают 20-42, где карты еще в 4 раза больше. Карты в этой части просто не до приличия большие, мне даже на 64 игрока бегать от точки к точке не то чтобы нравится, а на 128 игроков это просто пиздец, там чтобы добраться от первой до последней точки это буквально симулятор путешествий. Если тебя убили и рядом с точкой замеса нету твоих сквадмейтов, ты смотришь сколько тебе бежать и хочется нажать альты в 4, вот серьезно, никто не хочет бегать такие огромные расстояния. И мало того, что карты огромные, так они еще и пустые, неужели было сложно заполнить эти поля различными объектами, застройками, всяким мусором, чтобы ты мог безопасно передвигаться от укрытия к укрытию, а не бежать через гулое поле, где есть просто огромный шанс, что пока ты бежишь тебя обязательно убьет техник или сраный снайпер. И да, кстати, вам не кажется, что со снайперами в этой игре что-то не так, сам я за них не играю, но если я вижу этот фонарь, блик от снайперского престола, то как ты не манси стреляя в него, тебе сразу прилетает в голову, вот практически всегда хэдшот. Может быть конечно совпадение, но снайперы тут прям какие-то очень злые. И ладно бы карты были просто большими, но продуманными, как в той же ВВ3, но нет, здесь же карты просто безидейные, плоские, без ландшафтные коробки, просто ровное поле, на котором понатыкано пару ангаров или одноэтажных построек и все, нету просто ну ничего и за примерами далеко ходить же не нужно. Вспомните такие карты, как Вершина Дымованды, Шторм на Пороселах, Осада Шанхая, Кровавая Заря, Восточный Базар, Метро, Локер, Завод, где все эти карты? В общем, карты я считаю самая главная проблема игры, потому что даже когда в игре есть баги, игра подтормаживает, но геймплей хороший, так как карты продуманы, люди несмотря ни на что будут играть. А здесь с картами просто полный провал, надеюсь у них хватит мозгов хотя бы новые карты сделать нормальными и добавить наконец пехотные городские карты, хотя бы одну нормальную городскую карту дайс, пожалуйста. Вторая причина, по которым людям дико не зашла в 2042, это специалисты. Специалисты тоже одна из самых больших проблем, которая просто сломала основную корр механику игры. Лично мне, как игроку специалисты, не то чтобы сильно помешали, кроме того, что меня дико бесит их кринжовые фразы в перерывах между матчами и в основном меню игры. Слушать их уже было просто невыносимо, поэтому я даже нашел способ как их отключить или сделать хотя бы не такими кринжовыми, а ссылка на видос будет тоже в описании. И лично для меня, в целом, специалисты играются, ну, нормально. Нехорошо, но нормально. Правда, я не вижу какого-то смысла играть за кого-то другого, кроме как за ангела, и даже думал сделать на него гайдик. Если интересна такая идея, дайте знать про это в комментах. Нужны ли вам вообще гайды по 2042, так как я уже не знаю, людей играет так мало, что уже непонятно. Ну так вот, лично меня специалисты не сильно затронули, но вот сообщество возмутило просто нереально. Специалисты бесят, наверное, 99% игроков, и я могу их понять. Все привыкли, что у Battlefield всегда была система классов, система четко назначенных классов, где каждый занимал свою роль и выполнял свои задачи. Нельзя просто так взять и поменять кор-механику игры, и этим решением они просто выстрелили себе в ногу. В целом, они постоянно себе в ноги стреляют, запретая велосипед в каждой части, но в этот раз, на мой взгляд, это просто фатальная ошибка. Потому что если люди захотят специалистов, они пойдут в Апекс, они пойдут в Колду, они пойдут в Радугу, да куда угодно, но не в Battlefield, где всегда были классы. И это не нужно менять, это всех устраивало, это всем нравилось, точка. И третья проблема, которая, я думаю, тоже заставила многих покинуть игру, это оптимизация. Очень всратая оптимизация. Мы все прекрасно понимаем, что от части к части системные требования должны расти, но и графическая составляющая должна становиться лучше, а здесь, по ощущениям, мы получили серьезный доунгрейд графики. Помните графику Battlefield 5, которая в разы красивее 2042, тот же Battlefield 1 или даже Battlefront 2, да там графика раз в 5 красивее выглядит и лучше, чем в 2042. Я просто не понимаю, как студия, которая сделала Battlefront 2 от графики, которая челюсть просто до пола отваливается, сделала и 2042, где графика мало того, что хуже, так еще и тормозит в 3 раза сильнее. Разработчики, или скорее даже издатель я, прекрасно понимали, что люди не смогут купить себе RTX 3080, чтобы играть комфортно, и перед выпуском игры им нужно было бросить все усилия на хорошую оптимизацию. Чтобы игра выдавала приемлемый фреймрейт хотя бы на низких настройках на самых популярных картах по типу GTX 1060, но они положили на это хуй и выпустили игру просто с нулевой оптимизацией, где люди банально, даже если хотят, просто не могут с комфортом играть. Поэтому, что и следовало ожидать? Неплохие продажи, онлайн в одном лишь только стиме, на пике больше 100 тысяч. А что мы имеем сейчас? Средний онлайн в стиме в районе 2-3К. Люди не могут комфортно играть, так как убивают в игре очень быстро, а если у тебя еще и лагает, это превращается просто в пытку, и неудивительно, почему народ скипает 2042 до лучших времен. Четвертая проблема, как это называют нынешние разработчики или PR-менеджеры, точно не помню кто, это Legacy Feature, то есть устаревшие фишки. И устаревшие фишки, по мнению DICE, это браузер серверов, scoreboard, то есть таблица счета на таб, общая статистика, общий чат между командами и голосовой чат. И вот эти функции просто вырезали из игры, и это нормально, что у людей припекло, когда они увидели, что в соревновательном шутере, где люди соревнуются, отсутствует общая таблица счета. Я когда первый раз это увидел в открытой бете, подумал, ну наверное таблицу еще не сделали, или будет два вида отображения, как сейчас и обычная таблица, мне и в голову не могло прийти, что они ее вообще не сделали. Это просто неправильное, нелогичное, неадекватное решение вырезать scoreboard, и они удивляются, почему люди хейтят игру. И как бы я хотел посмотреть в лицо этому кретину, который придумал это сделать, и заодно спросить у него, зачем, мать твою, в угоду кому, люди, которые играют в Battlefield, не обижаются на плохой счет, а те, кто обижаются, в такие игры не играют. Ну и к слову, да, если вы вдруг не в курсе, таблицу добавят в следующем патче, правда вот в игру уже никто не играет. То же самое касается и браузер серверов, без которого нас постоянно кидает на одну и ту же карту по 2-3 раза подряд, и это просто боль, так как вы не можете зайти вечером в игру и спокойно отыграть все сим-карты. Отсутствие браузера серверов, это однозначно еще один камень в огород причин, почему люди бросают игру, так как никто не хочет играть на одних и тех же картах раз за разом. То же самое с чатом между командами и голосовым, ну нельзя просто так взять и вырезать или не сделать эти функции, потому что это соревновательный шутер, и люди хотят писать друг другу гадости, люди хотят троллить друг друга, люди хотят выплескивать свои эмоции, какие бы они ни были, потому что это нормальная игра. В следующей части они, наверное, приседания отменят, чтобы люди тибэги не делали или не разрешат приседать много раз подряд, вот я честно не удивлюсь. Ну и пятая, заключительная проблема, почему люди скипывают 20-42, это очень малое количество контента, которое не будет пополняться аж до середины июня или начала июля этого года, и это полный пиздец. На данный момент в игре мы имеем всего 19 стволов и 3 вида вспомогательного оружия, и из этих 19 играбельная, ну разве что половина. Мне в принципе хватает, но для большинства это очень мало, так как люди привыкли к огромному арсеналу. Плюс к этому в игре всего 7 карт и 2 режима игры, 2, Карл. Это шутка какая-то что ли? Там нету ни ТДМа, ни схватки команд, ни штурма, ничего. Некоторые иногда появляются в портале, ну а потом исчезают. А если кто-то даже не подумает, что эти режимы есть в портале и там не проверит, почему нельзя было добавить эти режимы в основное меню игры? У меня нет этому объяснения. Также я не беру контент из портала за полноценный новый контент, так как, ну по факту, для меня и не только, это старье. И плюс, если бы весь этот контент был в основной игре, то это другое дело. Вы конечно можете пойти в портал, выбрать там захват или штурм во всех эпохах, но тогда и оружие у вас будет меняться в зависимости от эпохи. А я, например, не хочу играть на картах БФ-1942 с этими палками за место оружия и доисторической техникой. Плюс техники в основной игре, как по мне, тоже очень мало, и вся она очень сильно ограничена в гаджетах, которые вы можете поставить на эту технику. Кучи всего того, что было в БФ-4 тут нету. Никакой вам активной защиты, никакого вам ниже радаров, да даже ТВ-ракеты в ударник вы не можете поставить. О чем тут еще можно говорить? Контента пока еще очень мало. И они откладывают последний сезон до начала лета, тем самым забивают последний гвоздь в крышку гроба БФ-2042. В общем, такие вот, по моему мнению, топ-5 ошибок, которые совершили DICE при создании данной игры, если они, конечно, смогут хотя бы частично все это поправить к выходу первого сезона летом, в чем я, конечно, очень сильно сомневаюсь, у игры еще однозначно есть шансы стать чем-то, чем-то, во что люди будут играть и получать удовольствие. Оптимизация нормальной карты нового контента. Все, не нужно придумывать велосипед, этого уже будет достаточно, чтобы люди стали возвращаться в игру, по моему мнению. Если вы не согласны, обязательно пишите в комментах свои идеи, что по-вашему нужно изменить, чтобы игра наконец стала нормальным Баттлфилдом. Редактор субтитров А.Семкин